Семья Чащиных, у них трое маленьких детей, они без дедушки и бабушки, они приходят сюда. Я, знаете, я вот призываю, подружитесь с их детьми, побудьте им дядей, тетей, бабушкой, дедушкой, пусть ребята придут и отдохнут. Аминь. Да, ищите подход, у кого еще детей нет, пусть будет вам практикой. Да, мы, у нас, у кого есть свидетельства, готовьтесь, я немножко расскажу. Мы вчера, пойдемте, да, пошли. Мы вчера разговаривали с братом Эдди, он сейчас в Иране, а в Ираке, извиняюсь, да, в Ираке, да, вот готовится в Сирию. Да, говорит, Бог там все устроил чудесным образом, ему встречи, знакомства. Да, он хорошую фразу сказал, здесь христианство не играет в игры, христиане не играют в игры. Здесь христиане действуют. И, знаете, ситуация такая, что и в Ираке, и в Сирии... Вообще не пускают американцев. И миссионеры, есть много миссионеров, которые хотят войти в эти страны, но их не пускают. Зато все страны бывшего СНГ... И в Болгарии, включительно, очень легко дают визу. И там очень удивились, как Эдди так легко дали визу. И там, в случае, как в городе, как на Эдди только в лесную, ему дадут, хакази визу. И там ждут миссионеров русскоговорящих. И там чакат русскоговорящие миссионеры. Да, потому что для Англ... Ну, то есть для всех западных стран, эти страны закрыты для миссионерства, для евангелизации. Защото хората живеющие в западните държави нямат възможност да утидат да евангелизируют в тези държави. Да, поэтому Эдди очень вдохновлен. Эдди много вдохновен. В понедельник у нас будет там онлайн встреча. В понедельник ще имаме онлайн встреча с него. С пасторами. С пасторит. Да, и много русскоговорящих служителей там тоже сейчас въезжают и начинают свое служение. Има много русскоговорящих служителей, който слушат все, что служат там в тези държави. Да, вот. Ну, еще расскажу немножко. Мы поехали в Софию. Нам нужно было в казахстанское консульство. Още малко еще расскажу. Утидем в София, за чтото требаше да утидем в казахстанское консульство. Ну и думали, раз мы уже поедем в сторону гор, ну просто мы не можем не задержаться на несколько дней, не покататься на лыжах. И слава Богу, что вот Маша и Наташа с семьями своими тоже там были. И у Макса был день рождения. Мы погоняли на горках. Да, и потом пошли на день рождения. И вы знаете, мы просто увидели как человек изменился, да? Почидахме на рожен день и видяхме как человека се променял. Просто дали немножко, поделились им Божией любовью с ними и этот другой человек просто стал. Поделихме с него Божия любовь и той започна да се променя. Причем, знаете, интересно, Маша все ходила. Почему домашек нет? Почему для нас домашек нет? И Маша така, знаете, се уплаква малко, че няма домашни церкви, домашно собрание за нея и сестра и. Я говорю, все, на ужин больше не будем вас приглашать. Слишком много кушаемся. Решили в боулинг пойти. Но так и не вырвались. Но самое интересное, что мы там в Помпорово пошли на боулинг. Да, и три часа вместе гоняли шавы. И три часа играях мы в боулинг там. Знаете, это очень сближает. Там много сближало. Поэтому, ну, вообще, знаете, классно провели время. Мы сблизились. Я верю, что мы поделились любовью Иисуса Христа и этими семьями. У меня еще и тоже такое свидетельство. Маша попросила взять шефство над Максом и показать ему горки. Ну, и я ответственная. В общем, последний день повела на самую крутую пятую красную горку. И я сам отговорная. И на петя последний день го ответил на червеная писта. И с Ильей. И говорю, главное, не гоните потихонечку. И я сам им казан, важно туда не брызать. Ну, и на самом таком крутом склоне я вроде бы еду. Ну, нормально, но там все равно скорость набирается. А с налепотом, така селпитвам, да и не брызам. Бачу я скорость започла дастся увеличава. А не сзади. Теса отзад. И вдруг я вижу, что на меня несется девушка. И виждам, че вверху мен така внук на брызу скорость едва на жена. И я чувствую, это какие-то доли секунды. Я вижу эту девушку. Виждам тази жена. Потом я уже на спине. После сам на горбо. Лыжи наверх. Скиса на горы. И я вот так вот кручусь вниз. Я такая собертина на долу. Ну, как в детстве. Как-то в детстве дома. Я такая, останавливаться, не останавливаться. Я сучусь отолида спиром или нет. Ну, вообще так весело было. Вещь много забавную. Ну, короче, скатилась, так тормознула. Главное, лыжи на месте. Обычно они вылетают. Важно, что чески бяха со смен. Что-то участвует и излитаться. Да, ну, встала и дальше погодилась. А встанах и започных на долу. И потом Макс с Ильей подъезжают. Ну, че, как? Я говорю, ой, так круто было. И после этого Макс с Ильей. Мы питали, как бейши. Я сказал, бейши с ногу яку. Они говорят, а у девушки упала. У нее лыжи разлетелись во все стороны. Да, ей там собирали, помогали ски собрать, подняться. А я говорю, я ни удара ничего не почувствовала. Это было вообще как-то сверхъестественно. Я говорю, я верю, что ангелы меня вот так поддержали. Да, ну, это не значит, что на Красной Горке надо идти. Ты, наверное, сначала доходите на червене писты. Ну, мы с Максом решили на следующий год уже на черную пойти, поэтому мы ему шлем подарили. Да, слава богу. Еще у кого-нибудь свидетельство есть? Пойдем. Ой, я люблю, когда Александр Володин.